Музыка Из вас Я очень рад приветствовать всех вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа Дорогие, в это воскресное утро мы здесь, чтобы услышать Слово от Господа Мне очень понравилось, как один человек сказал, что он просидел на проповеди другого мужа Божьего И после проповеди подошел к тебе и сказал, ты рассказывал свои мысли, много очень мыслей Но я пришел, чтобы услышать Слово Божие Я хочу не человеческие интерпретации, я хочу Слово Божие И я верю, что сегодня мы будем слушать Божие Слово Я верю, что Дух Святой сегодня будет говорить со многими из нас Я знаю, что церковь находится сейчас в посту И это удивительное время Это время, когда мы ищем лицо Божие Время, когда мы смиряемся перед Господом Пост не является своего рода требованием неким у Бога ответить на наши молитвы Пост является смиряющим фактором для нас самих Для человека самого, для человеческой души Это добровольное воздержание от пищи Чтобы приблизиться к Господу Чтобы услышать Его голос Чтобы по-настоящему угодить Ему Чтобы голос плоти, своеволия и эгоизма Стал потише А Дух, который внутри нас обитает Чтобы мы могли услышать Его голос Стал громче говорить внутри нас И я хочу всех вас оботрить Тех, кто вместе с нами находится в посту и молитве В моей жизни я много постился Особенно в юности это было регулярно и чаще И сейчас я люблю поститься И каждый раз, когда я пощусь Это не то, что в результате поста Я ожидаю, что Господь ответит мне сразу тут же Он должен мне ответить Ничего не должен Но я знаю, что пост это часть моего движения Моего хождения с Богом И награда приходит от Господа Воздаяние не замедлит себя ждать Но Он сделает это тогда, когда Он хочет И Он сделает это так, как Он хочет Поэтому еще раз хочу вас всех вдохновить И сказать, что это правильно Что мы вместе, единым голосом Взываем к Богу, как церковь И то, что ты присоединился вместе с нами К этому посту Я рад приветствовать тех, кто подключился к нам Наших братьев и сестер на левом берегу Рад приветствовать тех, кто видит нас По телевидению или по интернету Пусть Бог благословит тебя там, где ты находишься И Его свежее слово коснется тебя Я буду говорить сегодня о том Что происходит, когда вмешивается Бог И хочу спросить несколько вопросов Прежде всего Приходилось ли вам сталкиваться Со сверхъестественным проявлением Бога С Его вмешательством в вашу жизнь Можете ли вы вспомнить те моменты Когда вы точно понимали Что это не от человека Это сверху, это свыше, это сверхъестественно За этим, стало быть, стоит сам Бог Сталкивались ли вы с таким вторжением Господа В нашу ежедневную жизнь Когда внутри у вас что-то трепетало Вы испытывали страх Знаете, страх люди испытывают Потому что происходит нечто, что мы не в силах контролировать И даже объяснить И чаще всего Когда Господь касается нас Или ангел приходит к человеку То первое слово, которое произносит ангел Это в Библии записано Он говорит, не бойся Потому что люди сжимаются Они не могут объяснить и понять, что это При этом, дорогие, мы даже не подозреваем с вами Что за интервенцией Бога в нашу жизнь Чаще всего И всегда, я мог бы сказать так Кроется Его милость, любовь и доброта Каждому из нас И я хочу, чтобы мы понимали Что реакция людей Не всегда однозначна Я рос в церкви, где Я боялся Когда Бог начинал действовать Я боялся потому, что у меня было осознание Своей собственной греховности И своей вины И я боялся, что Он в своей святости И огне накажет меня Но спустя Вот уже скоро будет около 40 лет Моей христианской жизни И следования за Богом Оглядываясь назад Я могу смело сказать Всякое вторжение Бога в мою судьбу Несло в себе милость и любовь Слово вторжение, конечно, воспугает меня тоже Немного напрягает Ну, вмешательство Может быть, так сказать Всякое Божие вмешательство Оно несет в себе любовь Заботу и Божию доброту Давайте еще раз услышим этот текст Я цитировал его как-то не так давно В нашей церкви Осия 3 глава 5 стих Здесь написано так Что люди будут благоговеть пред Господом И добротою Его в последние дни Представьте себе Что нужно сделать Чтобы ты затрясся Или чтобы я затрясся И то, что произошло с нами Это не что иное, как доброта Вот так Бог в последние дни Будет являть себя Люди будут благоговеть пред Господом И благостью Его Хочу сказать, что Иисус является Мастером вмешательства И я дам вам несколько примеров Из Священного Писания Потому что Когда мы слышим слово Вмешательство, да Или интервенция То нам кажется, что Обычно Мы подразумеваем, что это некий гнев Или зло Или месть Но Иисус вмешивался В естественный ход событий В судьбы людей И делал это безо всякого гнева Зла Или разрушения Он делал это Исходя из своих божественных целей И делал это в любви Я приведу несколько примеров Из Священного Писания Которые вдохновляют меня очень сильно Первый из них Это женщина Которую поймали Прямо во время прелюбодеяния И она писывает о ней В восьмой главе Ее притащили И бросили к ногам Иисуса Прямо посреди служения в храме Когда Он учил И они процитировали Действующий закон Моисея Который голосил о том Что любой человек Который был взят в прелюбодеянии Должен был умереть Его необходимо было вытащить за город И побить камнями Это был действующий закон в той стране И вот она несчастная Мужчины вытащили ее прямо с постели Притащили ее в храм И прямо во время проповеди Когда Иисус стоял там Они бросили ее Швырнули ее к ногам Иисуса Устремив свой взгляд на Него Что ты скажешь Потому что закон страны гласит Что ее нужно предать смерти Посмотрите на Иисуса Я любуюсь им Он в действительности мастер Мастер вмешательства в судьбу человека И Он это делает настолько великолепно И захватывающе Он в этот момент наклоняется И начинает писать что-то на земле Он делает это как-то так совершенно необычно Что-то очень просто Но вместе с тем что-то значимо И глубоко Через этот простой акт Когда Иисус просто пишет Что-то на земле Эти люди Исполненные ярости И гнела И мести Стоят и ждут Его реакции Что Он скажет А Иисус достаточно долго Остается Чтобы сознание этих фарисеев И саддукеев Изменилось В некоторых комментариях Я прочитал о том Что Он скорее всего писал Имена Любовниц Этих мужчин Никто не знает Что Он писал там Но что-то сидит Или стоит Наклонившись И пишет И пишет И пишет И приходит некоторое время Он поднимает свою голову И говорит Если кто Из вас без греха Возьмите И первый бросьте камень В нее И не было никого Кто Кто осмелился Что-либо сказать Один за одним Они начали уходить Еще через некоторое время Иисус написанного Склонившись Не видя никого Кроме женщины Осталась одна женщина Эти все Мужчины ушли Он сказал ей Женщина Где обвинители твои Никто не осудил тебя Она отвечала Никто Господи Иисус сказал ей И я Не осуждаю тебя Иди И впредь не греши Разве это не удивительно Не бойся Его вмешательство В твою жизнь Не несет суд Когда он вмешивается В твою судьбу Он вмешивается Как отец Как любящий отец В желании Защитить тебя Не в желании Уничтожить Или убить Но в желании Помочь И дать тебе Второй шанс Я читал Марка 5 главу Вчера вечером Там такие Интересные истории Там такая интересная история Описана Там горы Гробницы И Город Города Поселения Которые рядышком Из этих гробниц А там вот в этих горах В этих гробах Жил один несчастный человек Который был мучим демонами И Он Был фактически Настолько истязаем Этими демонами Что в Библии написано Что он день и ночь Кричал Эти бесы Живущие внутри Его просто Разрывали его На части Это был своего рода Террорист Который приходил Постоянно в эти селения И который Постоянно в этом городе Терроризировал И мужчин И женщин И даже семьи И людей Представьте себе Насколько люди Просто устали от него Никто не мог с ним справиться Он был настолько сильным Он был настолько злым Он был просто Вне себя Он неистово кричал Так в Библии написано День и ночь И это дело Каждый день И туда приходит Иисус Как мне нравится Эта мысль Туда Приходит Иисус В твою историю Может быть ты не кричишь Как тот неистовый человек Может быть ты тихо Плачешь в подушку Но ты делаешь это Каждый день У тебя есть твоя боль У тебя есть твои разочарования У тебя есть твои раны У тебя есть твои рубцы Недавно я слышал Одного египетского пастора И это был саммит Глобальный пасторский Епископский саммит И вдруг посвяти своей речи Он остановился И сказал Пасторы вас ранят люди Вы не можете быть пасторами Не быть израненным Потому что вы свое сердце Разбили Чтобы служить людям Я знаю что здесь Есть много людей У которых бывают раны И некоторые из этих ран Уже зажили Это рубцы А у некоторых из вас Они еще свежие Они еще кровоточат Он сказал Иисус здесь Чтобы помочь тебе Чтобы твоя рана затянулась Была удивительная молитва Я хочу сказать о том Что Иисус приходит Он приходит прямо туда Где боль Он приходит туда Где темнота Он приходит прямо В гроб туда Он приходит прямо В горы туда Он приходит туда Куда другой человек Вообще не хочет идти Он приходит прямо В твою беду Он опускает руки Прямо в ту грязь Куда никто не хочет Вообще касаться даже И тебе кажется Что ты один Он приходит туда В твой развод В твой кризис В потерю близкого друга В твое предательство В то что у тебя не получается Не получается Не получается Уже сильная такая доктрина Или мысль Такая твердыня Я неудачник в жизни Он приходит туда И говорит Нет Это не конец Туда пришел Иисус Туда пришел Иисус Причем самое интересное Что это была Другая страна Это даже не был Израиль Иисус вообще туда Не должен был идти Он сказал Ученикам Я пойду туда Давайте переплывем Переправимся На тот берег Они переправились На другую сторону Этого озера Там Десятиграде И там этот Человек Террорист Одержимый Который терроризировал Всех вокруг Он приходит Прямо туда И когда он приходит Туда в этот город Этот парень Прибегает к нему Представьте себе Какое сильное мучение Через какой ад Проходит этот человек Все в Библии написано О том Что у этого человека Был легион демонов Легион Это 6700 солдат В римской армии 6700 солдат Назывались легионом Легион 6700 демонов В человеке Там человека Сложно определить Или демон говорит Или снова демон говорит Или сам человек Но сам человек Смог прибежать К Иисусу И когда он пришел К нему Он упал К ногам Его Вот где ключ Тебе нужно упасть К ногам Иисуса Как ребенок Может быть Из последних сил Может быть Сейчас Во время этого поста Бог хочет Чтобы ты просто Упал К ногам Его Перестал что-то Доказывать Требовать Говорить Там Может быть Что-то Что-то ожидать Особенное Просто Упасть К ногам Иисуса Я представляю себе Как все люди замерли Потому что этот мужчина Снова здесь Оказался в городе Но этот раз Он упал К ногам Иисуса И потом мы читаем Библию Об этом Интригующем Диалоге Между этим Одержимом И Иисусом И в конце Истории Этой Там целая история Есть Связанная Со свиньями Иисус Его освобождает И этот человек Как и многие другие Решает Идти за Иисусом Иисус Иисус в этот момент Делает что-то Шокирующее Он говорит ему Нет Ты не можешь Идти за мной Тебе нужно Вернуться В свой родной Город И рассказать Все Что я сделал Для тебя Это было Очень непростое Задание Потому что Родной Город Вот эти поселения Этот город Это было Место его Отвержения И место Его мучения Это было Место его Собственного Ада И вдруг Иисус Говорит ему Вернись туда И Начни Слушать Там Людям Представьте себе Он послушался Он приходит В этот город Встречает Первого человека И Человек Говорит Ты Подожди Это же вроде Ты Это ты Нас тут Все это Время Мучил Это ты Тот парень Который Жил там В гробах И орал День и ночь И он Говорил Это я Но я Другой Ко мне Пришел Иисус Он Изменил Меня Он Вмешался В мою Судьбу Я Полностью Другой Представьте себе Люди Говорили об этом Снова и снова Все люди В округе Очень скоро Узнали Кто такой Иисус Некоторым из нас Друзья Нужно вернуться В то место Где у нас был Наш личный Кошмар Где Было место Боли И отвержения Потому что В какой-то момент Когда Иисус Вмешается Или когда Он вмешался Уже может быть Твою жизнь Это место Станет Местом Твоего исцеления И благословения Тебе нужно вернуться Чтобы исцелиться Я говорю это Некоторым из вас Тебе нужно Потому что Бог Хочет чтобы ты пришел И твое свидетельство Было Совершенно другим Этот парень стал Большим Евангелистом Иисуса Который просто Рассказывал о том Что сделал с ним Бог Он был живым Евангелие Он был живым Свидетельством И общество Которое Отвергало его Теперь было Тем обществом Которое Принимало его И принимало Эту весть Следующий раз Когда мы читаем Когда Иисус Посетил Эту местность Написано Что все люди Жители Того Региона Вышли к нему Как это так? В этой истории Они просили удалиться Его В конце истории Они просят Уходи от нас Уходи от нас Через какое-то время Он приходит туда же Они выходят К нему Почему? Потому что Этот человек Который жил в гробах Был живым Свидетельством И рассказал Что Сделал Бог Друзья Третий пример Очень кратенько приведу И хочу рассказать Немного Своих примеров Жизненных Друзья Есть еще пример В Старом Завете Однажды против Царя Иосифата Поднялись Три армии И во второй книге Парапоменон В 20 главе Мы читаем Об этой войне Он был потерян Он не знал Что делать Когда три армии Идут против Народа Причем они были Вооружены Сильные Опытные Он пошел Искать Защиты У Господа Вот что он получил Мы можем видеть Что он сделал После этого Он посоветовался Вот приходит День битвы И он ставит Впереди Своей армии Певцов И музыкантов И начинают Они петь Новую песню Это удивительная Песнь Простые слова Славьте Господа Ибо вовек Мило сего Славьте Господа Ибо вовек Мило сего Я не знаю Как вы Но так естественно Для меня Запеть Новую песню Когда я уже получил Когда в моей жизни Произошло Уже То О чем я просил Тогда я пою Новую песню Ну когда я на пути Когда я борюсь Когда у меня Сезон Каких-то Сложностей Трудностей Не поется Новая песня Но Иосифат Пел Новую песню Чтобы Новый сезон Пришел В его жизнь Я глубоко Верю Что это Пророческий Вот этот Акт Или действие Который Сделал Этот царь Это голос Божий Ко многим Из нас Если ты хочешь Войти в новый сезон Начинай Сейчас В этом сезоне Искать Лица Божьего И петь Новую песню Господу Славь Его И ты увидишь Как Его вмешательство Произойдет В ситуацию Там так и случилось Вы можете прочесть Об этом дома Но в действительности Так и произошло Победа Божия была Потому что Они славили Господа И потому что Милость Его была Вовек Я хочу дать вам Три момента Чтобы Вы ушли Не только с примерами Но несколько текстов Из Библии И три момента Хочу дать Нам Вот в этой теме Вмешательства Божьего Первый из них Воззови Господу Не диктуй Ему Свою волю Позволь Богу Сделать чудо В твоей жизни И так давно Господь Костался меня Он сказал мне Сын мой Дай мне больше места И дай мне Я расчищу Какие-то вещи Позволь моему духу Здесь сделать Свою работу Я не знаю Насколько вы Рассчитываете на Бога Я рассчитываю на Бога Я в действительности Верю Ему Я в самом деле Доверяю Ему Многие моменты Моей судьбы И прошу Господи Помоги мне Я в этой ситуации Не знаю как Я в этой У меня нет мудрости Не знаю как вести себя Поэтому текст из Библии Который хочу предложить Записан В Ереме 33 2-3 стих Сегодня Один мальчишка Так чудесно Процитировал эти слова Просто умница Так говорит Господь Который сотворил небо И землю Который устроил И утвердил ее Господь Имя Ему Воззови ко мне Узи внимание Воззови ко мне Это Бог говорит сегодня Каждому из нас И я отвечу тебе Покажу тебе Великое И недоступное Чего ты не знаешь Я чуть-чуть Расширую здесь Некоторые моменты Воззови Закричи ко мне Помолись ко мне Обратись ко мне Подними свой взгляд Ко мне И не жди от людей Дай место мне Воззови ко мне И я отвечу тебе Вот так просто Воззови ко мне И я отвечу тебе Покажу тебе Великое И недоступное Глагол покажу Не знаю Тебе что ты увидел Но остался со своим Покажу То есть Я дам тебе Пережить это Я введу тебя Я вместе с тобой Пройду Сквозь это Великое И недоступное Чего ты не знаешь Третий момент Очень смиряющий Нам надо согласиться Я многого чего не знаю Но я не знаю как Я многого чего не знаю Я проведу тебя Через что ты Не знаешь Второй момент Дождись от Бога Первый Воззови к Нему Второй момент Дождись от Бога Он никогда не опаздывает Он знает Правильное время Когда И как И что Сделать с тобой Он знает В какой момент Времени Вмешаться в твою судьбу И в твою жизнь И я хочу здесь Три момента выделить Что значит Дождись от Бога Это не пассивные ожидания Вот сижу и жду от Бога Прождал уже какое-то время Месяц, два, три, полгода Год ничего нет Но я все еще сижу и жду Если вы будете исследовать Что значит ожидать От Господа в Библии То вы увидите Что это активная фаза ожидания Это не ленивое время Препровождение Надеясь Что что-то произойдет В такой некой Пассивной фазе Человек находится Отнюдь нет Противоположно Это активное Мое действие Я хочу здесь Три момента Также выделить Что значит ожидать От Господа Первый из них Сидеть У ног Иисуса Луки 10 глава С 38 по 42 стих Мы находим здесь Историю По поводу Марфы и Марии Вы знаете Что Иисус любил Эту семью И он останавливался В Вифане В этой небольшой деревушке После целого дня Служения И перед тем Как идти Снова в Иерусалим Он отдыхал у них И вот однажды Когда он находился там Там было две сестры У них также был брат Лазарь И Мария Написано Сидела у ног Иисуса И слушала слова его И слагала их В свое сердце А Марфа Заботилась О большом Угождении И она укорила Она укоряла Марию И говорила Она также И к Господу Обращалась Господи Или тебе нужды Нет Что сестра Моя Одну Меня Оставила Служить Скажи Чтобы она Помогла Мне Так естественно Все В семье Одна сестра Готовит обед Или ужин А другая Просто сидит Ничего не делает У ног Иисуса И сидит И Марфа Которая трудилась Укоряет И просит Господа Чтобы Мария Помогла Ей И вот здесь Внимание Иисус отвечает Марфа Марфа Ты заботишься И суетишься О многом А одно Только нужно Мария же Избрала благую часть Которая не отнимется У нее Давайте скажем вместе Одно только нужно Одно только нужно Нам в действительности Одно только нужно Это не значит Что нам не нужно трудиться Или что нам не нужно Кушать, готовить Но даже трудясь Наши все мысли Могут быть Сконцентрированы на нем Нам нужно Поднять Бога Или поставить Бога На место Которое предназначено Богу только Нам нужно сделать его Центром Всей нашей жизни Одно только нужно И так сидеть Внимать То есть слушать его И третье Воинствовать Вот что значит ожидать Воинствовать Павел говорит Тимофею Преподаю тебе Сын мой Тимофей Сообразно с бывшими тебе Пророчествами Такое завещание Чтобы ты воинствовал Согласно С ними Как добрый воин Имея веру И добрую совесть Который Который Некоторые Отвергнут Потерпели кораблекрушение В вере Воинствовал То есть так много Людей Обстоятельств И ситуаций Которые хотят Украсть у тебя Бога Мечту Видение Задачу Которую Бог Дал тебе Иногда кажется Что ты один Против всех Идешь И апостол Павел Говорит Тимофею Своему сыну Возлюбленному Воинствуй У тебя есть Пороческое слово Воинствуй Вот что значит ожидать Сидеть Слушать И воинствовать И третий момент Друзья Я назвал это так Больше Чем ты ожидал Хочу сказать Что Бог Может сделать Несравненно Больше Того Чего мы просим Или ожидаем Когда ты взываешь К нему Когда ты ожидаешь От него То ты получишь Больше Чем ты Ожидал У меня много примеров Но я хочу привести Вам мой Последний пример Личный пример Вы знаете Мою жизнь Я 28 год Вместе с вами Служу здесь В нашем городе В Новосибирске Это мой город И я очень благодарю Бога За эту привилегию Быть служителем Пастырем Служить каждому из вас Очень высоко ценю То доверие Которое Господь Оказал мне Моей семье И То доверие Которое вы оказываете мне Я не родился пастырем Я был обычным человеком И В 13 лет Моя жизнь Очень сильно изменилась Хотя я с детства Был в церкви Но в 13 лет Я пережил Бога И я посвятил Своё сердце Ему Я молился Простой молитвой С полным Осмысленным содержанием Говоря Господи Я отдаю тебе Мою судьбу Сделай все Что ты хочешь со мной Благослови меня Употреби меня Используй меня Я готов сделать Все что ты попросишь И Бог И Бог сделал Несравненно больше Несравненно больше В этом году Мы с Наденькой Будем праздновать 30-летие Нашей совместной жизни Так быстро Пролетели годы И я ни о чём Не жалею Только восхищаюсь Это были чудесные Благословенные Насыщенные Жизнью Дни Проведённые с Богом С церковью Когда я возрастал В познании Бога Возрастал в служении И когда Господь Добрал мне столько Прекрасных людей Встретить в жизни Я продолжаю жить Служить Мечтаю Ещё больше мечты Ещё больше видения Ещё больше Божественного вдохновения В моём сердце Вы знаете Когда мы поженились Мы жили тогда в Риге Через какое-то время Я услышал от врачей Что моя жена Очень серьёзно болеет Ну серьёзно болеет И потом спустя некоторое время Врачи сказали Что у нас никогда не будет детей Я помню то собрание На котором я сидел Где-то второй ряд И пастырь, который служил Я как раз перед собранием Поговорил с доктором Он меня всё Всё меня пытался Утешать Что я молодой Что я ещё женюсь Потому что диагноз Фатальный у моей жены И так далее Мы только поженились Полгода тому назад Я настолько сильно люблю Наденьку У меня даже не было Ни малейшей мысли О чём он говорит О чём он говорит И это всё догоняло меня Когда я сидел в церкви Я не мог слушать Даже проповедь пастыря Я сидел просто весь Я пытался как-то собраться Но я был весь такой Размякший, раскисший Слёзы текли По щекам И я пытался их как-то скрыть Я был настолько разрушенный Разваленный От всей этой информации Просто И Наденька моя сидела Со мной Я обнимал её И в конце проповеди Он подошёл ко мне Говорит Что с вами, ребята? Я говорю Ты представляешь Что сказали нам? Знаете, с того времени Пошёл этот удивительно Интересный путь веры Просто удивительный Что я мог ждать? Я мог ожидать Что Господь вмешается Господи, вмешайся В нашу ситуацию Господи, исцели Надюшку мою Господи, дай нам детей Знаете Время идёт Вперёд Я очень Кратненько хочу сказать Через восемь лет Мы живём уже в Новосибирске А, ещё до этого Скажу один момент Конечно, мы Молились и верили Делали всё, что мы понимали Мы в действительности Взывали к Богу Не было так Как я думал Что Вот помолимся И сразу будет исцеление Но так не было Был другой путь Совершенно другой путь Которым Господь исцелил Наденьку Я помню После одного Из богослужений Эта женщина Учительница В нашей церкви Подошла к нам И говорит Второе воскресенье Я Как-то это Хожу Сон приснится мне И рассказывает Сон И говорит В конце этого сна Она видела Что мы держим Маленького ребёнка На руках В конце этого сна Она говорит У меня такое желание Было сильно Когда я проснулась Подарить вам костюмчик И она достаёт Из сумочки Розовый костюмчик А в церкви Все знали о том Что Наденька моя Больна такая Вот так вот Как-то Что мы в таком состоянии Вся церкви Молилась о нас И она говорит Я говорит Второе воскресенье Не решаюсь вам его дать Как-то посмотрела на вас Как-то думать Что-то сон приснился Но потом снова говорит Эти мысли Возвращаются Примите И она даёт нам Розовый костюмчик Детский Маленький Взяли его Сели в машину И разревелись просто Какой костюмчик розовый Какой ребёнок Вы знаете Принесли домой И в спальне Там где мы спали Тумбочка была Возле кровати И мы на эту тумбочку Клали этот костюмчик И каждый вечер Перед сном Склоняясь вместе Обнимая друг друга Мы смотрели на него И говорили Господи Дай нам ребёнка Ты знаешь как Господи Прокручиваем Машину времени Вперёд Проходит Семь лет Я служу в Новосибирске В моём Доме В моей семье Два мальчика Которых мы взяли Усыновили Я настолько счастлив Я нашёл себя Наденька тоже Мы нашли себя В том Что мы служим Господу Если честно Мы даже уже и забыли О том Что там Мы ждём Нашего ребёнка Мы настолько Все в служении Я никогда не забуду Тот момент Когда Дух Божий Касается меня Это было весной И говорит Сын мой А я верен Через год У вас будет ребёнок Старшие пастыры Не знаю Помните Или нет Но То есть я Прихожу на совет Пастырский И вот Что значит жить С экстравертом Я экстра Экстраверт Который Всё сразу Сразу так И я сразу Говорю Знаете что Этой ночью Я пережил Господа Господь нам сказал То-то-то-то-то И говорит Через год У нас будет ребёнок Надежда У меня такие глаза На меня Догадайте Что было потом Когда мы ехали домой В машине Как ты смел Как ты мог Рассказать это Всем А что если Что-то не так А что если Ну подожди Вы знаете Что через год Мы стояли Здесь На этой сцене Перед всеми вами И у нас на руках Была маленькая девочка Которую подарил нам Иисус И мы назвали её Авигея Глория Что означает Источник радости Отца Подошли Девочка выросла Здесь Выросла В нас В церкви Спала здесь Вместе с нами В офисе Везде выросла То есть когда Мы даже и не поняли Так быстро промчались годы Вот последние несколько лет Наша девушка Живёт в другой стране И она учится В духовной семинарии Третий год Работает на нескольких работах Потому что Ну Потому что Надо обеспечить Жизнь свою Она молодая Полна жизни И вдохновения Пару месяцев назад Она позвонила к нам И попросила Папа и мама Я хочу поговорить с вами И общаясь с нами Она рассказала о том Что она встретила Молодого парня Который вместе работает Он христианин Он учится тоже В этой духовной семинарии И что Что-то между ними промелькнуло Она вот просто Хотела рассказать нам об этом Догадайтесь Реакцию папы и мамы Мы два часа разговаривали Кто Откуда Как Зачем Мы проверяли Все Мы сказали Стоп Никаких отношений Ничего Пока мы не приедем И не посмотрим Я так рад Что Наши дети Находятся в правильном месте Она обратилась К руководству К пастырам Все пастыры Которые истинные пастыры Говорят правильные вещи И те пастыры сказали Тебе нужно Благословение родителей Прежде всего Ты не можешь даже позволить Начать никаких отношений И дружбы Пока папа и мама Не увидят И не утвердят И не благословят И вот мы прилетаем К нашей дочери Как раз Перед самим Новым годом И в первый же день Она привозит нас В кафе И говорит Папа, мам Там Ник будет Он хочет Просто Просто познакомитесь Привет скажете Но для папы Просто познакомитесь Это не просто Познакомитесь Папа уже несколько лет До этого Приготовил 17 вопросов Которые он готов Задать молодому человеку Который хочет попросить Сердце моей дочери Хочу сказать Что у нас есть Еще одна девочка Которая старше Которая пришла В наш дом Это племянница Нашей эсфири Мы так благословенны ей Мы так сильно любим ее Мы воспитываем ее И мы молимся О ее судьбе И мы знаем Что Господь устроит Ее судьбу И вот представьте себе Мы сидим Знакомимся С этим молодым человеком Надежда начинает Задавать вопросы А как у тебя С Богом А ты с какой семьи А пережил ли ты Господа Или нет И так далее И через некоторое время Через короткое время Приходит Отереть моя Задать вопрос Я думаю Я начну с Какого-то простого Наверное И мой первый вопрос Был следующий Скажи пожалуйста Какова у тебя мечта Есть ли у тебя мечта И знаете Ну отвечая на надежды Значит Вопросы Он был таким искренним Таким настоящим Он сказал Я познаю Бога Каждый день В мелочах Я встретился с Ним В юности еще Я с детства верующий С христианской семьи Здесь выходил церковь Ну я задаю Значит ему Свой вопрос Если у тебя Какая-то мечта И вдруг Его ответ Просто наповал Сражает меня Он смотрит на меня И говорит Я читал в Библии Что у Бога Есть некоторые люди Которых он называет Друзьями И я надеюсь Что этот список Еще не закончен И моя мечта Чтобы в конце дней Когда я Предстану пред Ним Может быть Самым последним именем В этом списке Было мое имя И я готов для этого Сделать все Что угодно Я готов Трудиться день и ночь Я готов Выучить язык другой Прийти в другую культуру Я готов сделать Все что нужно Для того Чтобы Угодить Господу Он знал Что я пастор Он мог бы ответить Я хочу быть в служении Еще что-нибудь Он был настолько Искренним Настолько настоящим Я не смог Сдержать слез У меня вылетело Из головы Мои остались 16 вопросов И я еще Посмотрел на него Еще пару вопросов Простых каких-то Пришло мне в голову Следующая встреча Которая была у нас Я рассказывал ему О видении О России Я рассказывал ему О Сибири О вас Я рассказывал ему О движении Божьем О пророческом слове Что отсюда Поднимется Тысячи молодых людей Которые пойдут И понесут Евангелие В мусульманские страны И он после этого Сказал Могу ли я попросить Что-то Попросил Авигею Уйти И говорит Могу ли я Обратиться к вам С таким словом Могу ли я Сказать мои мысли Я читал в Библии Что Иаков работал Семь лет Чтобы получить Невесту Рахиль А вот еще Семь лет работал Потому что его обманули Ночь была Не было лампочки Он оказывается На утро поняли Что не та женщина С которой он спал И Я читал в Библии Что Давид Для того чтобы Жениться на Милхоле Отец ее Сказал Что он должен был Убить сто мужчин А он убил Двести мужчин Я читал в Библии Что Иоаннафан Который был сыном царя И Давид Который пришел Как нанятый работник По факту Должен был Давид Служить Иоаннафану А Иоаннафан Служил Давиду Могу ли я попросить У вас Помолитесь Богу Возьмите меня Куда-нибудь На миссию На любой срок Вне зависимости от того Сколько лет Понадобится Я хочу просто служить Служить Господу У меня никогда не было девушки Я никогда Не знал что такое жениться Я уже какие-то деньги заработал Потому что я слышал Бога Что Бог сказал Ты встретишь девушку Я думал что это она И он снова взял мое сердце Друзья Это было больше Чем мы с Наденькой Ожидали Я должен остановиться Мое время выходит Я хочу сказать о том Что у Бога есть судьба Для каждого из нас У Бога есть удивительный план Для тебя Ты просишь вот столько А он даст тебе вот столько Ты мечтаешь о таком А он даст тебе такое Больше Чем ты Ожидал Давайте поднимемся Для молитвы сейчас Я не знаю какова твоя Мечта О чем ты просишь У Господа Но воззови к нему Дай ему возможность Чтобы он Действовал в твоей жизни Дождись от него И принимай Больше Чем ты Ожидаешь Отец Небесный Я молюсь о том Чтобы ты коснулся Сердца каждого человека Я молюсь о том Чтобы благодать твоя Опустилась на каждого из нас Я молюсь о том Боже Чтобы наши молитвы Были отвечены Я прошу тебя Господь Ты знаешь О чем мы просим тебя Господи Мои братья И сестры Которые просят Сегодня Иисус О своих детях Которые сегодня Просят о своей судьбе Которые сегодня Просят о родных И близких О спасении дома Которые просят Об ответе на молитву Господи Аминь 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 Больше 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 Чем ты ожидал Больше Чем ты ожидал И я хочу Друзья Давайте Присядем еще На некоторое время Хочу еще Несколько мыслей Сказать И просто Молиться Вместе с вами Я привел Этот пример Для того Чтобы сказать Что если В моей судьбе Я первый раз В жизни Отдаю Ребенка Или буду Отдавать Ребенка Замуж Я первый раз Как отец Прохожу Этот путь Я Первый раз Получаю Такой ответ От Господа На молитву Пожалуй Как первый раз Я стал пастырем 30 или 28 лет Тому назад Как первый раз Я женился Тоже получил От Господа Судьбу Как Первый раз Я прохожу Многие-многие вещи В моей жизни Которые никогда раньше Я не переживал И не знал И везде И всегда Его Отцовская забота И любовь Со мной И везде И всегда Он говорит Я буду рядом Он говорит Это не только мне Он говорит Это тебе Просто услышь В дни этого поста Самое великое Что может произойти С тобой Если ты услышишь Это слово Он скажет Тебе Ты сын Мой возлюбленный Ты Дочь Моя возлюбленная Помни Что дьявол Хочет Чтобы ты Видел Свои ошибки Дьявол Хочет Чтобы ты Не на Иисуса Смотрел А смотрел На себя И видел Что ты Грешный Что ты Не такой Что у тебя В жизни Все равно Не получается Ничего Что ты Вот такой Несчастный Что тебя Как-то Судьба Как-то По-другому Как-то Минует Как-то Обходит Все Но Бог Говорит Подними Свой взгляд На Иисуса Посмотри На Иисуса Твоя душа Окрепнет Ты не ослабеешь Внутри Посмотри Он сказал Я никогда Не оставлю тебя Он сказал Я всегда Буду с тобою Он сказал Горы сдвинутся Холмы поколеблются Милость моя Не отступит От тебя Говорит Милующий тебя Господь М dive Субтитры Моц